Окей. Привет всем, кто присоединился сейчас и кто будет читать в записи. Мы продолжаем статью Хагетти Шей из книги сборника статей по праздникам Раваши, которая называется «Блод Моэд». Все, что мы говорили до сих пор, можно посмотреть в записи. Мы продолжаем обсуждение этой статьи. Насколько я помню, главная поэнта была до этого. Это, несмотря на то, что реально в Мишне Роша говорится про четыре Новых Года, но Рав все-таки говорит про два года. По одним с точки зрения календаря, это два основных Новых Года у евреев. Первый, который начинается в Ниссан, второй, который начинается в Тишрей. Дальше было более-менее доказано, показывающее у народов мира. И, насколько я помню, все это Малахимы Шлумуамела говорит, если я не ошибаюсь, про Ходыш Тишрей. Потому что Ходыш Тишрей был принят у народов Древнего мира. Евреи, с одной стороны, заимствовали календарь народов мира. Это как бы универсальная часть. А с другой стороны, входя на историческую арену, должен был поменять прежде всего календарь. И календарь был сделан так, как он начинается с Ниссана. Почему? Потому что в Европе из Египта Евреи получили первую запись, которая звучит «Ахо де Шазе лахэм рош хадашэм». А «Ходыш Азе» в смысле имеется в виду «Ходыш Ниссан». Ну, хорошо, мы продолжаем дальше. Я делаю шер. Окей, «Беседр Гамур». Я надеюсь, что все видно. Вот мы кончили вот здесь. Окей, Тимофей. Да, да, сейчас только я возьму этот указ, поэтому она все-таки помогает. Да, все, «Беседр Гамур». Можно читать? Так, ну разве здесь? Разве здесь кончило? Да, не здесь. Мы кончили. А, вот, наверное, вот это вот. Я помню, что начало. Аламша, вот, я вот это вот. Да, 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 молодец. Правильно. Ну вот то, что я говорил в буквально двух предложениях, это вот было до этого абзаца. Окей? А теперь будет как бы описание разницы концептуальной между годом, который начинается с Тишрея, и это мир Тишрея, и годом, который начинается с Ниссана, соответственно, это год Ниссана. Да, окей. Ну хорошо, Тимофей, можешь читать? Алло, да, я тут. Да, давай. Мир Тишрея и мир Ниссана. Замечательно. Да. Почему Тишрея и мир Ниссан? Так, почему Тишрея и мир Ниссан? Да. Ну и вообще, правильно, вот именно с такой интонацией. Ну и вообще, да. Да, в чем польза? Ну, Масмаут все-таки это, в чем смысл? Да. Масмаут это как бы смысл, да? Отсюда все время парафразы, да? Шма и Сраэль. Тоже слышать, слушать, понимать, все это отсюда. Окей. Мама, Шмаут. В чем смысл? Того, что, я думаю. Просто того, что. Того, что. Культура, как зовут Торбут? Торбут это культура, в данном случае это даже не... По-русски культура это все-таки театр, это вот это, вот живопись. Есть все-таки, я и речь идет про цивилизацию, да? Ну, как бы цивилизация или... Ну, что-то типа этого, да. Махлета. Так. Махлета. Махлета решит. Просто однозначно. Решает. Решает начинать год. Свой, свой, очень важный. Сного год. Ну да, потому что она как-то свое делает. Время наиболее ограниченное. Ну нет, Мисуям, Мисуям, Миназмани. В какое-то определенное время. Мисуям, Мисуям, это определенное. Ну, Миназмани мы с всех времен. Но, в общем, как бы в какое-то определенное время. Есть разные времена. Вот было принято в Тишей. А какой смысл того, что вот цивилизация, народ, как угодно. Ну, наверное, всякие большая цивилизация. Она решает начать свой Новый год. Свой Новый год. В какое-то определенное время из всех времен. Скажем так. Окей. Дальше. Довар, Кашури, Лештей, Фисот. Неву, Неву, Тиют. Правильно. Шелезман. Замечательно. Значит, вещи связаны. И это связано. Довар, это как бы такая общая вещь, понимаешь? Понятно, что это вещь. Но, в общем, здесь это просто как бы, и это связано. С двумя концепциями. Правильно. Маут, Тиют, Маут, Маут. Это смысл. То есть, значительными концепциями, смысловыми концепциями. Или концептуальными, как бы, концептуальные концепции. Это масло, как это там было, каша масляная, не помню, типа этого. Ну, понимаешь, это как бы фасур одного, там, значит, Фисот, Маут, Тиют. То есть, значительными концепциями, да, концептуальными такими представлениями о чем? Временем. Замечательно. Азман, Юхоль, Вейт, Вейт, Апес. Ну, да, вот это разные формы. Здесь Фисот, это глагольное существительное, правильно, от слова Литфос. А здесь это не Файл, Литафес. Да? Кенатон. Кенатон. Песимей. 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 Да, правильно. Время может быть схвачено, что ли? Ну, смотри, опять, ты правильно говоришь. Дословный перевод схвачено. Ну, наверное, русский перевод такой, что время может быть представлено как-то, ну, вот типа этого. Схвачено, в смысле, схвачено сознанием, понимаешь? Ну, может представляться как кенатон пессиме. Это пессимистическое явление, что ли? Кенатон – это данность. Как данность пессимистическая. То есть, зман может как бы представляться или отображаться в сознании, ну, вот что-то типа этого, да? Кенатон пессиме может схватываться, может представляться. Как кенатон пессиме? Это что означает? Что, как бы, насколько я понимаю, что идея не в том, что это просто отсчет времени, да? Вот ставят там, не знаю, иксы эти. Прошел один день, два дня, прошел месяц, 12 месяцев и так. А что, кроме как бы, ну, вот формального значения, это еще имеет концептуальное значение. Что вот, когда идет зман, и как идет змяна, и как к нему относятся, вот по параметрам, например, оптимистически, да? Оптимистически, наверное, и пессимистически. Вот вам видит, что ко времени можно представляться, как, или отображаться, как данность пессимистическая. Каким образом? А зман горе, кутаму, а зман мешаме, кутаму. Окей. Время... Время убивает нас, и время меняет. Ну, да, время, убивающее нас, и время, меняющее нас. То есть, разница между убивающими... Ну, постоянно, как бы, в кавычках, да? Потому что, да, nicht совсем, как бы, убивают. Те, реально убивает, да? Время, которое убивает, время которое меняет. Это, как бы, ни одно и то же. Окей, дальше. Шана. Мелошон шиной. Да, дальше, особенно для нас, как бы, да. Шана, мелошон шиной. Что это означает? Год от слова изменения. Правильно. Шана. Шана. На иврите ближе всего от слова лэшанод. Лэшанод поменять. Правильно. Шену это изменение. Вот здесь написано слово шену. Дальше. Лэшну нет фас кэдава гра. О. Изменение воспринимается как вещь. Правильно. Воспринимается. Замечательно. Как зло. То есть человек, грубо говоря, он конформист. Вот мне сейчас хорошо, все как бы по кайфу, я не хочу ничего меняться. А любое изменение, это плохое. Правильно. Вот это как давара. Замечательно. Шегарей. Шегарей ма шегая ло я шукот ля врам. Благодарь есть такая. Да. То, что было, никогда не вернется. Никогда не вернется. Да. Вот это человек очень огорчает этот параметр. Правильно. Что все, что проходит, это нельзя два раза вступить в эту лету в реку времени. В лету нельзя два раза вступить. Это очень огорчает. Что нельзя сделать фриз, скриншот и все. Вот тебе понравился этот кадр, скриншот, ты вновь живешь бесконечно. А нет, все время меняется. Все. На следующий день ты уже не такой, как был вчера. Но действительно. Так. Дальше. Человек живет и как бы заключен. Ну да, человек живет, так сказать, заключенным. Человек живет заключенным или помещенным во время. Человек заключен во времени. Все. Это наша рамка. Мы здесь никуда одеться не можем. Вы за нора? Это страшно. Да, это ужасно. Это действительно ужасный факт. Очень неприятный. Дальше. Правильно. Ну дальше объясняется, почему это ужасно. Кольма шиву бу не я ле мя зи корон бьем мин а я мин. Что это означает? То, что он струит. То, что он струит. Я ле мя. Я ле мя. Что это? Исчезнет. Просто исчезнет. Исчезнет. Из памяти. Вы мне сказали повторяли. Потрясающе на мой взгляд. И они перестали этому удивляться. А слово олам. Олам, олам. По-русски мир. Ну опять же, не предъявляя претензий русскому языку. Но как бы совершенно непонятно. Миру мир и так дальше. Правильно? Вот. А мир, в смысле, исчезающий. И очень может быть, что то, что он исчезает, это как раз от времени. Потому что время как бы песок, который сыпется безостановочно. И поэтому невозможно ухватить. И поэтому, наверное, олам вот от слова я ле мя. Я ле мя теперь откуда? Он исчезнет откуда? Из памяти. Из памяти. Бьем ми на я мим. Ну, не знаю. Когда-то. Ну, как бы когда-то. В один из дней. А, вот, дословно, в один из дней. Ну, вообще, как бы когда-то. Правильно? Окей. Да. Так. А там бьет. Ну, давай еще. Да. А там бьет. Ген. Банот. Тмута, да. Важное слово такое. Бнот мута, да. Бнот мута. Амар. Бецедек. Мешаврек. Царпати. Правильно. Поль. Поль. Воляри. Да. Воляри. Да? Да. Поль воляри. Да. А как бы это он бнот мута? Культура, культура, не дочери. Нет, нет, подожди, 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 подожди. Но есть слова, которые, ну, практически 99% их употребления, это служебные. Как, например, Бенш Божесре. Тринадцатилетние, а не сын тринадцати лет, понимаешь? Здесь то же самое. Бнот, это служебные. Они просто смертные. Тмута, тмута, это смертность вообще в современном виде, тмута. Вот, например, говорится там ахуст тмута, то есть проценты смертности. Ахуст тмута, и дальше сравнивается до полусиот таких, полусиот таких. Но бнот мута, это понятно, что это, как, например, говорится, у бен мазаль. Что такое бен мазаль? Частливчик не говорится, что он сын счастья, а что он счастливчик. Бнот мута точно так же. Бнот мута означает, что они просто смертные. А тмута, они смертные. Окей? Сказал. Сказал справедливый французский палец. Полин. Замечательно. Идем дальше. Вот у нас есть новый пользователь. Очень странно написано, но кончается четырьмя девятками. Но вопрос к четырьмя девяткам очень простой. Вы пассивный участник либо активный? То есть вы хотите читать, либо вы будете слушать? Жду ответа. Ну, хорошо. Пока ответа не поступало, тогда перейдем к Ане. Ана, ты можешь читать? Да. Окей. Так. Гам. Гам им яцли аха адам ливнот тарвуд тисрот. Замечательно. Тисрот. Хамешат алафим шана. Да, ну, только хамешат. Называется хамешат. Хамешат. Хамешат алафим шана. Да, ну, сейчас. Хамешат алафим шана. Да, окей. Значит, ну, человеку повезет или человеку... Нет, ну, я бы сказал так. Сейчас, знаешь, что я сделаю? Я выключу. У нас тут предупреждение о бомбежках. Поскольку, ну, как бы, это общее по всей стране. А у нас у всех в телефонах стоит служба... Сейчас, сейчас, секунду, я выключу все. Стоит служба тыла, которая нам сообщает только тогда, когда у нас... Откуда он сейчас еще звонит? Я не понимаю. Сейчас. Не понимаю, откуда сейчас. Хорошо, давай я здесь тоже выключаю. А, вот, вот, вот. У меня еще одна здесь. Да, да, да. Все, все. Сейчас, сейчас, сейчас должно быть нормально. Сейчас, секунду, надо вернуться обратно. Сейчас, 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 полсекунды. Думал, что я все понял. Да, все, замечательно. Ну, хорошо. Гам им. Я бы сказал так. Даже если, даже если... Даже если. Если человеку повезет, он построит, построит, цивилизацию, которая, ну, проживет, просуществует, пять тысяч лет. Тесрод, это... Выживет. Выживет, выживет. Выживет. Выживет, то есть пять тысяч лет. Правильно. А спустя 30 тысяч лет едва ли останется памятник. Едва ли, замечательно, молодец. По прошествии 30 тысяч лет едва ли останется. Иватер от слова йотер, правильно? Йотер это более, а иватер это действительно как бы останется. То есть вот этот остаток, правильно? Мы говорили, что в банке у человека баланс между приходом и списыванием со счетом называется итра. Это все от этого слова. Окей. Да? От него не останется никакой памяти. Да? Дальше. Да. Умеа, элэвшана, лэахар, мэкэн и тимхак. Тимахэк. Нефан, Тимахэк. Тимахэк, тимахэк, лэхалутин мин азикарон. Ну да, идем дальше. А спустя, а 100 тысяч лет спустя, а 100 тысяч лет спустя от нее она будет стерта. Да, она сотрется полностью из памяти. Полностью окончательно, да, из памяти. Ну да, вот такой печальный факт в нашей биографии. Дальше. И при таком ощущении возникает пессимистический подход к истории. У нас возникает пессимистический подход к истории. Да, ну вот этот человек отвалил. Ну, присядет. Он понял, что это мир на него. Окей, дальше. Ну что ты смеешься? Ну как это? Я к нему обращался, послушай. Ну, послушай, ну он думал, что она тут разбирается, просто лекцию считает. А потом они сидят и ают. Ну хорошо, остается бесстрашно и дальше. Отфиса она, она женщина. Отфиса Руа. Ну да, мы же должны календарь что-то привязать. Ну, привязка календарь. Говорится, речь о том, в общем, в этом восприятии, понимании. Ну, концепции, да. Видится концепция, весь мир представляется как одна большая осень. Замечательно. То есть вот мы привязываем это к календарю. Окей, дальше. А осень это тише? Валахэн, ткуфа, шеба, мунимет, тихила, тазман и астах. Окей. И поэтому ткуфа, период, эпоха, вот это вот, который считает, который считает... Ну, я думаю, здесь ткуфа, имеется в виду, в смысле, период, потому что теперь будет говориться про осень. Который период, да, который считает началом времени... Отсчитывают, да, отсчитывают. Отсчитывают время от осени, вот так вот. Правильно, да, будет осень, правильно? Окей. Зеут фисат атишрей. О, это тишрей, атишрей. Концепция, цвиса, концепция тишрея. Замечательно. Аваль. Так, Аваль им, Ам-Исраэль. Да, правильно. Ам-Исраэль, Руэет, а история Бофэн Ахар-Лэ-Лагамр. Ахар-Лэ-Лагамр, да, правильно. Однако народ Израэля смотрит на историю совершенно другим образом. Ну да, правильно смотрит, видит историю совсем иначе. Видит историю по другим образом. Да, совсем иначе. Ам-Исраэль, это абсолютно совершенно. Совсем полностью, да. Да, да, да. В нашей концепции мы как бы побеждаем. Не, вечные, я думаю. А, мы вечные. А, вечные. Это же и победа. И, кстати, и победа, правильно, оттуда. Вечные победы. Мы вечные. Правильно. Гештану, гешатэну. Гешатэну. Геша и гешатэну. Гешатэну. А Эльзман. Правильно. Оптимит. Замечательно. Но мы вечные, поэтому у нас... Поэтому в нашем подходе, в нашем нашим подходе ко времени, наш подход ко времени оптимистичен. Замечательно. Правильно. Алькэн ло нера Бэгамир Арац, овы мод гарим бэлэв ямим. И поэтому... Можно посмотреть перевод, но приблизительно. Мы не боимся, мы, когда колеблется земля, и что-то такое, шатаются горы в сердце морей. Ну да. То есть мы вот от этих всех каких-то изменений мы не впадем как бы в страх. Почему? Потому что мы вечные. У нас обещание, что мы до конца не исчезли. Окей, это и стремится. Это и стремится. Ну, в общем, да. Кмокэн Наймар. Что, кстати, такое мем-ваф, вспоминая гематрию? Что такое мем-ваф? 46. 46-й Таилин. 46-3. Посмотрите, Таилин 46-3. Соответственно, там будет красивый литературный перевод. В Талдоте, например. Дальше. Так, и так же сказано. Кмокэн Наймар. Ки кашер ашамаем ахадашим ваарат ахадаша. Ашер ани осе омдим лефаней неумашем. Лефанай неумашем. Кен яамот зарэхем. Ахэр, да. Это тоже подтверждение. Это Ишаягу 66-22. Правильно, это тоже доказательство. Я смотрела, там что-то типа того, что как земля и небо будут обновлены, как бы обновятся, так я как бы упрочены будут, так они осе, как я, так же я будут упрочены ваше потомство. Вот то, типа как земля и небо, они долговечны, или во всяком случае несмертны. Так же и потомство будет вечное. Окей. Переходим к Арслану, правильно? Да, правильно. Арслан. Ламрот. Ламрот. Сейчас я сделаю погромче на тренировке еще. Открывай сейчас. Давай, давай. Ламрот. Ламрот. Шовкиду. Пагду. Это просто пааль. Пагду. Пагду. Там бемахалай. Бемаалах. Процессия. А история. Правильно. То, что Ламрот это несмотря на те, ну скажем, многочисленные несчастья, царот работа. Пагду это, ну как бы случается, можно сказать, шикару. Ну или пагду, это который, грубо говоря, ну вот Сара, помните ее, пакат малак, который ей сказал, у тебя будет поход. Пакат, это означает, это кого-то, надо посмотреть на синоним случаться. Случаться, это более как бы от слова случайного. А и слово пакат, в смысле, что они произошли. А, вот, которые произошли. Хотя это тоже похоже на Коран, о котором произошли. Ну просто, чтобы дать вам понимание, пакит – это функционер, пакит – это чиновник, который выполняет некоторые действия. Здесь вообще-то перевод должен быть такой, которые действовали в отношении нас. Ну, если бы так по-русски не сказать, то, наверное, все-таки остается вариант, который случились с нами, что-то типа этого, которые произошли с нами. Да? Бемаалаха история. Отвечения истории? Ну, в историческом процессе, да, правильно. Издамнут. Да, издамнут. Правильно, замечательно. Нософод, да. Нософод, да, Шель. Зилут. Ну, вот такой немножко необычный, ну, как бы, поворот немножко в сторону от того, что мы сейчас обсуждали, да. Но тут говорится о том, что, вот, повторяю, несмотря на те многочисленные несчастья, которые произошли, случились с нами в течение истории дальше, а, ну, мы видим в истории, что такое издамнут. Ну, издамнут, это здесь, в данном случае, как и в шару. То есть, мы видим возможность сделать что? Возможность добавить. Правильно. Шхавод, нософод. Ну, как бы, дополнительные свои идентификации. Ну, как бы, по-русски это все очень звучит совершенно не литературно и неуклюже. Ну, как бы, я так понимаю, что эта идея, возможность добавить к нашему пониманию себя дополнительные аспекты. Ну, вот как-то вот так, да. То есть, вот этот Зилут национальный, когда он проходит через различные периоды, даже если эти проблемы, даже если эти периоды, эти проблемы, проблемы плохие, экстренно плохие. Ну, например, прошел год с 7 октября. Ужасное побоище, которое было устроено. Да, но тем не менее, видно, что за этот год, за этот год Израиль, как нация, израильтяне, как нация, они приобрелись и восстановили, как угодно, совершенно новые вот слои самосознания. Такого до 6 октября этого не было. Сейчас это есть. То, о чем говорит Раф, хотя он это писал до 7 октября. Дальше. Мепхинато. 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 Маши хая, лоб, наалэм, элли, битхадеш. Да. В этом свойстве, что было... Не, Мепхинато, это с его точки зрения. Только вот где тут он, это он, это он, это кто? Мепхинато. Мепхинато, Анна, Руинис, давно относится. Мепхинато, лоб, нацарота, работа. Ну, зеут, наверное, слово зеут, а зеут, это она. Да, она вообще тут. Я не очень понимаю, что такое Мепхинато. Может, надо повыше отмотать. Ну, типа, про человека, наверное, речь идет быть. В сады нашла, Анна, не с кем. Ну, может быть, зеро, предположим. Тут про зеро речь шла, может быть, зеро. Я не очень понимаю, почему-то в мужском роде стоит Мепхинато. Не очень понимаю. В оценке в предыдущем фразе ничего нет. И лоб, рот, сарота, рабочая, пахду, утано, лоб, нацарота, история. Ано, тут написано. Ано, как бы мы. А, я, кстати, я думаю, что это ошибка. Честно говоря, я думаю, что это ошибка. Я думаю, что это стоит Мепхинато. Я думаю, тут Мепхинато должно стоять. Мне кажется, это просто... Это даже не опечатка, а это опечатка, это ошибка. И за что бы сказать Мепхинато, ну, если мы пропущем. Не знаю, мне так кажется. Могу показать Раушет. Окей, Мепхинато, ну, по-моему, правильно сказать Мепхинато. Мепхинато, ну, Маша, а я... Правильно. Мы можем поднять этих до обновления. Подожди, 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 подожди. Это откуда? Мепхинато, ну, с нашей точки зрения, ну, по-нашему. Маша, а я, луна и лам. То, что было, не пропадает. Опять слово улам. Не исчезает. Эла, митхадеш. Оно обновляется. О, правильно. Поэтому, вот, есть две точки зрения. Мы возвращаемся к тому, что было. Одна концепция, что зман орек. А второе значение, что зман омешане, омехадеш, например. Что, в принципе, близко. Правильно? Вот, как бы, еврейская точка зрения, что он не орек, а он мехадеш. Окей, дальше. Лефихах. Лефихах. Зман хатоэм. Это хавия. Это хавия, да. А хавия. А хи исраэлит. А исраэлит. А исраэлит шэм хахистория ху а вит. Замечательно. Лефихах, азман, атуэм. Это хавия исраэлит. Тогда как, да? И лефихах поэтому. Поэтому. Азман. Время. Ну, подходящее, либо соответствующее, как бы, израильскому ощущению, израильскому переживанию, израильскому самосознанию, как угодно. Твоя экспириенс, да? Это какое время? Вот переживание или понимание истории. Это? Это весна, правильно. Это весна. То есть не тишрей, а тишрей убивает. А авия, а кольмит хадеш, а кольмит штане. Это весна. А вуэ с осени, дальше к зиме все только идет, становится хуже. То есть, ну, в кавычках урэ. Дальше, а маавар? А маавар шел тейла хашана. Тейла хашана, да? Ме астив. Ме астив. Ме астив. Ме астив. Ме авит кодель, гам, эт. А маавар. Правильно. Ме юхедет хазман. Ме юхедет хазман. Аникра. Аникред. Аникред. Аникред шана. Ли юхедет. Ну, и хида. И хида – это часть. И хида – это вот элемент. Ну, элемент, я думаю, в данном случае. И хида – это элемент, хотя это составная часть. В армии есть и хида. И хида – такое отделение. Такое. В любой организации, в бизнесе всегда есть как бы и хида. На почте есть и хида, которая занимается этим. Хида – это типа отделения. Но здесь это, я думаю, больше… Единица времени, я бы сказала. Ну, да, и хида, да. Ну, да, и хида – это единица времени. Правильно. Даже, можно сказать, единица времени. Элемент времени, мне кажется, даже. То, что он сказал. Ну, ты правильно сказала. Аникред как? Аникред ходыш. Аникред ходыш. Правильно. Милошон. Милошон. Итхатшут. Вот тоже очень интересно. Да, очень интересно. То есть, мы меняем Тишрей на Ниссан. То есть, терминология тоже меняется. Каким образом? Амаваршель тхилата шанами стафла абит. Как это перевести? Переход. Переход, который начинается… Нет, переход. Тут написано шель. Переход – начало года. То есть, мы начало года передвигаем. Он был в Тишрее, а мы его передвигаем куда? Из осени в весну. Он был в осень, а мы его передвигаем на 6 месяцев в весну. Он что? Кол-эль-гам. Он также содержит мавар. Еще какой переход? Переход от стаф к калифу, он также заключает в себе переход от, как Аня сказала, единицы времени, которое называется Шана, Вригот, то есть, от мы от года, да? Единицу времени… Которое называется Ходыш. Называется Новая. Правильно, Ходыш, Милашон, Хатшут. Вот очень здорово. В Тишрее начинается год. Это Шана. Снова Лаиштанод. Ну, опять, Дантучи Лаиштанод – это близко к тому, что изменение в плохую сторону. Ну, так, да? А здесь Авиф начинается с Ходыша, почему опять сказано. А Ходыш, от слова Лит Хадеш, то есть, обновляться. Вот, как бы, такое интересное создание, такой интересной модели. Окей? Хорошо. Передаем Тимофею, по-моему, да? Нет или я ошибаюсь? Да. Да, окей. Медубар. Медубар, бет, фиса, оптимит. Окей. Лаумат, фиса, писсимит. Замечательно. Сказано. Э, Медубар, в данном случае, речь идет. Речь идет о периоде оптимистическом. Речь идет о подходе оптимистическом. Да. По отношению к подходу оптимистического. Ну, супротив, как бы супротив или напротив, как-то, да? Лаумат. Лаумат – это напротив. Или супротив. Я не знаю, как правильно сказать. По-русски, а ну, посмотреть, да? Лаумат – фиса, писсимит. Напротив подхода писсимистического, да? Дальше. Да, вот, Аллах, Эйн и Кашут. Ну, да. Вот такое строгое заявление. У народов мира… У народов мира нет обновления. Вот, да. Печальный факт. Ну, хорошо. Приколомышев правильно. Дальше. Адавар, Нейман, Квар, Бесефар, Тейлем. Да, вот. Я, как бы, в этом уже сказано в книге Тейлем. Правильно. Как сказано. Да. Так, читаем. Раббат, Сараруни, Минкулай, Ямарна, Исраэль, Раббат, Сараруни, Милай, Гамлюм, Яхлюпли, Влюмру. Тут вообще зубы… Не очень понимаю, какое у меня отношение к тому, что читаю. Но более-менее смысл… Давайте, во-первых, можно посмотреть этот перевод, да. Раббат, Сараруни – это в том смысле, что многие меня огорчали. Правильно? Или многие причиняли мне зло. Я думаю, что мы не ошибаемся. Мин и Урай, от моего, с моего раннего возраста, то есть моего возраста многие причиняли мне царом. Йомарна, Исраэль, да, так скажет Израиль. Вот Израиль скажет, что с юного возраста его многие допекали. Теперь дальше. Раббат, Сараруни, Минурай, Гамло, Яхлюли. Многие… Ну, многие опять меня доставали, ну, вот доставали, предположим, да, опять Минурай, опять с юношеских времен. Гамло, Яхлюли, но не смогли дословно… Одолеть, одолеть, не смогли меня преодолеть, одолеть. Да, одолеть, одолеть. Дальше. Было, амру, ау врим, беркат ашем и лихем, берахну и тхем бешем ашем. Было, амру, ау врим, беркат… Я думаю, и не сказали те, которые пытаются… Не скажут, проходящие, непроходящие, прохожие, мимоходящие, благословен, благослови Всевышний вас, а вейхем, благословенный вы именем Божиим, именем Всевышнего. То есть они хотели сказать, что мы вас хотели достать или там добить, а не получилось? Не получилось, и поэтому мы вас не благословляем, мы вас прям вообще плевать на вас хотим. Вот так вот. Ну, хорошо. Что это? Это 29-й? 129-й. Да. Амми гем ау врим, шейнам, меркат хим, это Амстриэль. Что это за проходящие, которые не благословляют? Ну да, как бы в этой фразе все-таки что они не хотят благословлять. Ну хорошо, дальше. Амрим хазаль. Амрим хазаль. Ну хорошо, вот все это надо было ради Медраша или Драша, который говорит, который все строит на слове оврим. Да. А почему они называются оврим? Ми гем ау врим. Вейло амру оврим. И не сказали по-русски прохожие. Кто такие прохожие? Которые проходят. Что значит проходит? Которые уходят из мира просто и все. Так можно пешеходом назвать. Ну хорошо. Эл-у-мо-тау-лам, да? Это кто народе мира. Которые называются оврим. Потому что они уходят из мира. Кем оврим и нау-лам. Ну, беседа все. То есть одна фраза доказала, что Ам-Исраэль он каям лынецах. А вторая фраза доказала, что остальные оврим и нау-лам. Ну, понятно, что эти доказательства такие, которые строятся как бы на драше. Которые строятся как бы на выдергивании, ну, в кавычках, одного слова. И на нем строится некоторый концепт. Понятно, что это не пша. Дальше. Еш-нам. 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 Да. Малахим. 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 Очень близкие слова и однокоренные. Тарих – это процесс. Малах – это тоже процесс. Надо очень сильно подумать, как это, какой, на эти, можно сказать, синонимы на слово процесс. Да? Малахим – это все от слова ла-лехэ. Да? Но это то же самое. Две исторические тенденции, да? Магбилим. Да. Магбилим – это параллельно, да? И знам, эш-нам, 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 аалахим, история Магбилим, да? Да. Еш-нам, эш-нам, 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 эш-нам … Да, есть два параллельных исторических процесса. Да. Когда один из них, ну, «лихура» как будто, как будто мир, «бала» это стареет, истощается. Интересно, два примера. Один пример, если вы посмотрите, когда про Муше сказано, по-моему, сказано, что у него было замечательное физическое состояние, и там было написано, что у него про щеку сказано «ло-бала», «ло-бала», в смысле, ну, не стрепалось, нету. Потом еще, по-моему, в одном месте сказано про пустыню, что ходили про пустыню, у вас 40 лет, вам ман падал, и точно там же говорится, что одежда ваша «ло-бала». Но вот параллельно, можно сказать, современному, например, когда человек находится в армии, да, и он, ну, даже не только в армии, да, он получает форменную одежду. Вот эта одежда на время от времени меняется, правильно, потому что человеку, который где-то служит, ну, полагается форменная одежда, да. Так вот, та одежда, которая износилась, да, по-русски все-таки не износилась, но я немножко буду хотя бы износилась, называется «блай». Вот эта вот «блай-блай» – это вот одежда, которая вышла из употребления, которая износилась, правильно? Окей. Так ему говорится «а-зэ-блай». «Блай» – это означает, что как бы непригодное вышло из употребления, скажем так. Есть новая «хадаш», «еш-я-ч-ни-я», ну, как бы вторая, использованная, либо вторая рука, а есть «блай». «Блай» – это не «я-ч-ни-я», «блай» – это, которая уже как бы, она не готова к употреблению, да. Поэтому вот здесь в этой речи возвращаемся. «Севыхат меемли хура аулам бала». Аулам бала – это означает, что вот начиная с тишвея, мир начинает изнашиваться, скажем так, приходит негодность до зимы. То есть, ну, приходит в упадок, скажем. Начинается, а, ну, вот упадок, наверное, приходит как в упадок. Дальше вы не шели. Не шели – это шела. Гамея шло цикун. О, замечательно. Создается вопрос. Да. А есть ли у него исправление? Ну, да, можно ли исправить? Ну, сейчас уже ответ я не буду говорить, но он более-менее напрашивается, правильно? Окей. Хорошо. Да, давай, Анна, читай. Гам, Лефи. Так, Гам, Лефи, Атфиса, Ауптимит, Бехоль, Бехоль, Звот, Ташана, Инена, Ахида, да, получается? Правильно. Ахида, однородный. Согласно, также согласно оптимистической концепции, при всем при этом год он не однородный, получается. Да. Ешла, Атхила, Атхала, МЦА, ВСОВ. Есть у него начало, середина и конец. Ну, да, то есть даже по оптимистической концепции, которая как бы все хорошо, и там все идет вниз, все идет наверх. Даже и по этой концепции это не сто процентов хорошо, потому что там тоже есть как бы разные промежутки, да, есть начало, есть ЭМЦА, есть середина, есть СОВ. То есть не все так радужно. Окей, дальше. Так, так, Тхилат, Ашана, Мелове, Бетхуша, Шелес, Симха. Я думаю, либо Мелова, либо Мелове. Либо Мелова, но вот здесь непонятно. Начало года сопровождается ощущением радости. Ну да, как ты сказала, сопровождается, даже вот Мелове. По идее, даже либо точку поставить, но они не поставят. Ну да, я тоже думаю, что здесь похоже больше всего на Мелове. Дальше. Хорошо. Бергиша, Шеаколь и Шари. Ну да. С ощущением, что все возможно. Ну да, в начале года все, человеку все по кайфу, у него перспективы, он строит планы, все, все возможно. Дальше. Ахмаца, упущение. Ахмаца, ну как, от хамец, наверное, что-то такое скисает. Ну, упущение, да. Хамец упустили, поэтому он скис, правильно? Там же как бы время подходит. Я думаю, что цепь цепь цепь. Вот, однако, когда мы подходим к концу, появляется ощущение вот этого какого-то скиса. Упущение, я думаю, упущение, да. Упущение в концу, упущение. Ало, и спеку, и спеку, и спеку, и спеку, и спеку. Лоисфакну, 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 ласотет кольмашерацину. Замечательно. Мы не успели сделать все, что мы хотели. Замечательно. Выматай, матхиль, суфа, шелешана. Да. А когда начинается конец года? Да. Бенца, ашана, в середине года. Да. Ад, азу, адхила. Хотя это все еще начало. Мишан, вээлэх. Вээлэх, да. Однако, как бы отсюда и дальше, это конец. Ну да, то есть, как бы, да, середина идет так, а когда-то после середины, то человек идет, как бы, он уже понимает, что от начала до середины ему еще кажется где-то, в общем, что все нормально, он все успеет сделать. А от середины и вниз у него уже ощущение ахмаца. Почему? Потому что он чувствует, не, ну, как бы, то, что я задумал сто процентов, не удастся сделать. Окей, дальше. Вот такой замечательный конструктор. Бензарь еврейский устроен так, что, когда мы подходим к середине года, начинается, как бы, начинается обновление. Начинается по новой. Как каким образом? Правильно? Если Тишрей, то всего-то у нас месяца 12, правильно? Тишрей первый месяц. Значит, отсчитываете 6 месяцев. Вот сейчас, вот, коль шиша хадашим, коль шиша хадашим, еш роша шана. Каждые 6 месяцев, каждые 6 месяцев, есть начало новой года. Да, только пришел в Дикаон, как бы, все, вот и опять начинается новая года, да. Йоце. Йоце шеазман айврігу зман амитхадэш паамаем бэшана бэшана бэсхут ше шотфут бэлога ашана ше лягуим. Ну да. Значит, выходит, что еврейское время – это время обновляющееся, дважды в год обновляющееся, как бы, благодаря сотрудничеству или партнёжам, с календарем, ну, других остальных народов. Ну да, потому что, если был только «Ниссан», то было бы 12 месяцев, было бы ровно то же самое, ты не можешь никуда от этого уйти. Ну, поскольку у тебя посередине есть, как бы, кишрей, а если посередине от кишрей, то получается «Ниссан», то получается очень хорошо, не успел дойти до отчаяния, вот, а опять поднимаешься вверх. Окей, класс. Ну, хорошо. Переходим к Арслану, да? Да, да. Арслан? Да. Новый год, который мы празднуем, он Мецаен. Он, как бы, делает ударение или подчёркивает, что? Что время, что это время народов мира. Правильно, потому что, что это народов мира, мы празднуем, мы празднуем новолетие. Вот, наверное, правильно говорит новолетие. Мы празднуем новолетие народов мира. Окей, дальше. И так, еще раз. Новолетие, которое мы празднуем, оно подчёркивает время народов мира. Теперь дальше. Вот этот вот, да, нееврейское, как бы, новолетие. Мы его... Ну, гуалим, вообще, такое слово, это, как бы, освобождение, правильно? Мы его освобождаем, искупляем. Ну, как угодно, да? То есть, как бы, окей. Каким образом? Ахнасатова, только калат. Внося его, вы, как бы, ну, калат, в данном случае, как бы, святое подсчитывание еврейской истории. То есть, грубо говоря, эти, так бы они были сами по себе, да, вот эти вот нееврейские новые годы, да, и в них, богу, ничего святого нет. А поскольку их внедрили в еврейский календарь, вот так вообще-то строит концепцию, внедрили в еврейский календарь, таким образом они получают, как бы, ну, скажем, новое наполнение, да? И вот это вот называется гуалим, да? Аль-едэй-ма, аль-едэй-ахна-сатол и то калкала-такодыш. Калкала, это от слова, как бы, подсчётанное. От этого, кстати, слова калькулятор, что-то мне пришло в голову. Калкала, вы знаете, что такое на иврите. Калкала, это экономика. Сара Калкала, это министр экономики. Окей? Хорошо? Понятно? Дальше. Ешкан. Кавана, да, Шельтикун. Да, правильно, вот я ещё хотел сказать, сейчас, секунду, возвращаясь. Это может быть как курьё, что-то мне пришло в голову, раньше не приходило. То есть можно сказать, что вот этот нееврейский Новый год, его обдиюривают, правильно? Вот, по-моему, обдиюривают очень похоже на обиегорию. Вот есть такое русское выражение, обиегорию его. Это обиегорию, это, наверное, обдиюривают. Вот его обдиюривают, потому что его вносят в, ну, как бы, святую историю. Святая история имеется в виду еврейский подсчёт истории, да? Окей. Дальше. Есть здесь такая кавана, которая изменяет весь мир. Да, тут есть, как бы, кавана, в смысле, подход, который связан с, ну, наверное, с правлением, правильно? Который связан с правлением всего мира. То есть тем, что берут общечеловеческое, да, переносят к себе и, как бы, обдиюривают его, грубо говоря, вот, тем самым делают текун всего мира. В чём это выражается? Берош шана и да. Вот знаменитая фраза из молитв Рош шана, пожалуйста. Из Макзо Рош шана. Берош. Берош шана, коль бои. Нет, коль бои олам. Коль бои олам оврим лефанав. Да. Кивней мором. Кивней мором. Ну, это известная фраза из Макзора Рош шана. Берош шана, коль бои олам оврим лефанав кивней мором. В новолетие. Берош шана, в новолетие, каждый приходящий в мир. Все приходящие в мир. Все приходящие в мир. Ну, грубо говоря, всеживущие, грубо говоря, вообще говоря, всеживущие, да. Что с ними? Оврим лефанав. Они проходят перед ним. Перед ним, с больших букв. Проходят перед Богом, проходят перед Всевышним. Кивней мором. Как? Есть комментарий, который говорит, что Кивней мором – это овцы. Почему? Потому что, ну, вот где-то там на Голланах или в Галилее было такое выражение. Написано, каким образом считают, например, десятины. Надо же подсчитать, сколько у тебя стадо, и от этого выделить десятину. Правильно? Ну, вот там как бы такая палка есть. Они через нее проходят. Те, которые не проходят, они старые, а те, которые проходят, они новые. Таким образом читают приплод. Ну, я, может быть, немножко ошибаюсь, но, на самом деле, идея как бы правильная. И вот такой счет подсчета называется, вот это вот в данном случае иллюстрация, это называется Кивней мором. То есть все живущие в мире, они проходят перед ним так, как считают овец. Окей, дальше Неймар. Правильно, замечательно. Как сказано, ну, дословно, действуют, создающие, творящие вместе их сердца. То есть, грубо говоря, тот, который создает их, все их сердца, то есть, который создает их сущность. Дальше. Мы винны, коль мастер. Он понимает все их. Да, он знает о всех их деяниях. То есть, грубо говоря, когда все живущие проходят перед ним, Всевышнему не надо раскрывать себе бухгалтерскую книгу или включать компьютер и смотреть, что там в файле про каждого написано. Он, поскольку он их всех создал, да, а Йоцер и Яхатлибам, поскольку он создатель их сердца, скажем так, каждого, вот, то он знает, знает, да, можно сказать слово на память. Он знает на память все их дела. Окей? Поэтому ему не надо ни у кого спрашивать, ему не надо смотреть ни в какие бухгалтерские книжки или в компьютер. Дальше. Это из Рошана. Это, соответственно, из Мишны Рошана. Глава первая, второй посыл. Дальше. Коль Айнашут Митромемет, правильно. Альядейну, да. Ну, и вот этот вот процесс, ну, честно говоря, здесь мне показалось, что есть некоторый сдвиг есть. Да. А, ну давай переведем. Коль Айнашут Кула Митромемет Альядейну. То есть все человечество, ну, поднимается, в смысле, духовно поднимается на какой-то новый уль Альядейну. То есть благодаря нам все человечество поднимается на некоторый новый уль. Мне показалось, что здесь немножко такой сдвиг есть акцентов, потому что, ну, как бы традиционное еврейское понятие, это понятие суда. Что все человечество проходит перед ним, и он его считает. Он, в смысле, он Всевышний. Но один из говорится, что вот этот процесс, процесс, он как бы поднимает все человечество вот до какого-то другого духовного улья. По-моему, мы правильно поняли управление мыслей Равоши. Окей? Тимофей, возвращаемся к тебе. Да. Да. Так. Юцеши Рошашана. Да. В Ухак Универсале. Получаем, выходит, что Рошашана – это праздник универсальный. О, как. Да. Вымках. Ниш элит ашива. Гем цукким. Агуим. Блокэнш. Во. Гем. Туксим. Этауна. Да. И раз так. Правильно. Раз так. Замечательно. Правильные народы. Замечательно. Правильные народы. Да. Путиневка. Правильные народы в том способе, в котором, я считаю, так, они воспринимают мир. Воспринимают мир. Да. Ну, потому что мы же говорим про тишей, все время правильно. А тишей, тишей – это как бы это. Честно говоря, если бы я был на уроке Равошерки, я бы поднял руку и задал вопрос, ну, все-таки как бы по-простому смыслу мы подняли, потому что у народов, ну, скажем, западная цивилизация, все-таки это 1 января, понимаешь, как-то очень быстро забили, что это именно тишей – это праздник народов мира. Но мы идем по этой версии. Не знаю. Действительно, может быть, у третьих народов было так. Сколько ведь дальше? В России до Петра Первого осенью было. А, да? А, ну вот, значит, все правильно совершенно. Значит, Равошерки он советовался, либо читал про Петра Первого, значит, что он все знает. Окей, замечательно, я не знаю. Окей, дальше. Да, только здесь «кала», я думаю просто. Я бы написал «нихла», но «кала» от слова кончаться, правильно? Как бы «яхула шамайм в адрес». Но хотя слово, пишется, что ты считаешь, как невеста. Ну, понимаешь, что это не невеста. Аим, аулах. Или же мир. Аим, я думаю, аим. То есть, действительно ли мир кончается? Или просто кончается ли мир? Кончается ли мир? Кончается ли мир? Или дается важный точек? Дахов, ах, не у них, го веб. Что такое Дахов? Дахов – это вот это пусто. Импульс. Да, правильно. Или положительный импульс возобладает. Ну и что происходит? Мы говорим, что осенью начинается полный конец. Все идет к зиме. Правильно? Это вопрос. Если все упускается, ну так что, все идет как бы к концу. Окей. И тогда действительно время убивает. Либо есть Дахов хьюни. Либо есть вот некоторый, как ты правильно сказал, положительный импульс. Который говер, как это, превозмогает. Вот превозмогает это лихбор говер. Окей? Это слово-слово гейда. Дальше. Дальше. Есть у нас понятие физическое. Правильно, есть физическое. Известное под именем антропия. Ну да, антропия. Что это такое? Антропия – это увеличение неопределенности. Окей. Вернее, увеличение хаоса, скажем так. Ну хорошо, я с вами слава. У нас так нас-то кучили, спасибо. У нас тоже кучили. Окей. Дальше. Развал. Развал. Ну посмотрите, синоним на слово «развал». Развасхождение. Расчленение, разобщение. Вот как-то вот это, да? Разложение, да. Да, но хотя разложение как бы химическое, другого слова. Лейтпарек – это развалить. На честь, на честь. И поэтому сленг сегодня, что-то, когда человек дико устал, говорится все, они… Знаете, по-русски тоже говорится, он развалюха, например. Но все-таки по-русски, когда я разваливаюсь, не звучит. А на юрите совершенно замечательно. Человек говорит, они кулим и фурак. Вот кулим и фурак, и означает, что я полностью, полностью, никаких сил нет абсолютно. Фурак. Окей. Шибыцурапоштанит металла герок кэ ит паркут. Который, вот эту интерактиву, как можно… Простым способом. Ну, бисурапшин, который как бы наиболее простым образом можно определить как… Определяется как… Развал. Ну, развал. Раздрай. Раздрай еще можно сказать. Раздрай, да. Ну, вот современный русский язык – раздрай. Для меня такого не было. Да, раздрай. Окей, вот происходит полный раздрай. Айкум кулио, миткадем, ле крат, мацав, шель, и седар марави. Мираби. Мираби. Мираби, да. Айкум кулио. Ну, как бы вся вселенная, вся вселенная. Да. Миткадем продвигается куда? Ну, по состоянию. Правильно. И седар мираби. Беспорядка. Ну, да. И седар. Хаос. Хаос, да. Хаотичность и хаос, да. Мираби – это означает, ну, множественное. Максимальное. Ну, даже не максимальное. Смотри, максимальное. В смысле, мираби – это означает по большей части. Мираби – это слово «рок». Мираби – это по большей части. То есть, у тебя есть часть, которая месудера, а есть часть, которая ломесудера. Вот эта часть, которая ломесудера, она часть мираби то есть она преобладает ее больше аулам мир как бы идет и падает окей замечательно так если иногда и если иногда дварма это что-то если что-то поднимается ну да поднимается это случайно это случайно потому что общая тенденция общая тенденция попадение окей это вот это вот называется энтропия то есть вот у нас с осени начинается энтропия окей ну хорошо Ань можешь читать да так ваишна тфиса афоха афоха а есть но есть другой подход перевернутый как противоположный как бы вот так не не противоположный именно противоположный противоположный да кмо зуш эль анри бергсон замечательно согласно ну как бы его принадлежит он этому самому анри бергсону да да так а то n а то n же дыхав ахи у ниху а некуда айкарит бэмэцеуд бэмэцеуд замечательно он утверждает что вот этот вот жизненный импульс да утверждает что да жизненный импульс это некуда какая-то основная точка да это принципиальная главная точка в реальность в реальность да в реальность а улам гулех в металла тамит да умер постоянно как бы поднимается возрождается постоянно гулех гулех это опять это вот как мы по англичии идет к этому самому к возрождению гулех гулех что он все время возвышается гулех это там очень служебное слово он идет возвышается в одно сложном все время возвышается так а дальше ешь нефилут и макримикрит а тот факт что есть падение это случайность это случайность да это случайность Вы есть лейтьяхез, 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 лейтьяхез. Лейтьяхез, лейтьяхез. Ну, разное число. Канафелуд кэхэлэк, бильти, нефрат, бэ, ацмиха. Давай переведем. А что, да, ну, как бы, что касается... А у Даши есть нафилот. Ну, что мы же сказали, что... А сам факт, что есть падение... А те факты, что есть падение, это случайность. Это случайность, да. Факт, что есть падение, это как бы случайность. Это не главное. Вы ешь и лыдя хэс. А что касается... Когда ешь, это следует. Это как мастерик, хэф ту. И следует соотнестись. А, соотнестись с падением. Падение как часть... Да, бельтинифрат это неотделимая часть. А, бельтинифрат неотделимая, падение это неотъемлемая часть. Рассвета. То есть все идет в рассвет. Но на говаре падение. Ну, ты сэр. Да, рассвет. Кмуше алим. Кмуше алим. Алим, листья. Куше алим, но влим, где шепри о перех, перех, ехлу, левуфи. Правильно. Подобно тому, как листья опадают, чтобы... Но в лим это даже... Как это по-русски? Увидают. Есть рассвет. А, правильно, вот увидают. Увидают. Листья упидают для чего? Увидают, чтобы плод или цветок могли появиться. Замечательно. Элу. Элу, Штей, Тфисот, Афахот, Афхот, Шелли. Афухот. Афухот. Это два как бы противоположных подхода ко времени. Правильно, к времени. Олам, Шель, Тишей, Олам, Шель, Несан. Мир Тишей, мир Несан. Ну, замечательно. Я не знаю, как хотите. Мне кажется, может быть, имеет смысл остановиться. Тогда нам вот хватит на следующий раз. Ну, в общем-то, да, уж тем более пост Тимофейд, по-моему, уже... Да, давайте сделаем так. Может быть, это немного моя ошибка. Мы в следующий раз, опять же, те, которые слушают, могут запомнить. Если нет специального, как бы, объявления, то... Ну, то есть, объявления всегда есть, но если нет специальных причин, то мы начинаем наши занятия в Ишонах и Миши в 7.30, а не в 8, как сегодня. Слиха, а когда там Йом-Кипур? Пост когда-нибудь? Йом-Кипур в субботу. В субботу. В субботу пост держите? Поэтому у нас все нормально. Но Йом-Кипур считается круче субботы, его не переносит в субботу. Он круче и круче субботы. Ну, да, но это шаббат-шаббатон. Обычно посты переносят, а вот Йом-Кипур не переносит. Да-да, ничего не меняется. То есть, у нас должно быть занятие в Йом-Хамише. Мы будем продолжать, насколько я помню, мы не доделали урок по праву кубку. Окей? Хорошо? Да. Ну, хорошо, тогда я останавливаю эту штуку. Все, останавливаю запись. Всем псорот-того.